Это вот прямо надо есть ртом. Город славится этим блюдом, мы поэтому сюда приехали. А наш отель близко, там у меня этот пункт есть. Два. МТС Тревел перепроведил. Enjoy! Приключения без приключений с отелями. МТС Тревел – надёжный сервис бронирования отелей с бесплатным роумингом и кэшбэком. Со случая я начну. Недавно со мной произошёл. Приехал домой, короче. Захожу в лифт на первом этаже. Нажимаю на свой этаж. И знаете, когда двери закрываются, и ты видишь, что женщина вот прям бежит в этот лифт со всей дури. И я растерялся, не успел нажать на кнопку. И двери закрыли. И я просто в двери уже слышу. «Штаб, ты сдох, урод!» И я еду, и я слышу ее. «Умри, тварь! Умри, тварь!» Я думаю, скоростной же лифт, как я её слышу. Такое ощущение, как будто она по тросу. «Умри, тварь!» Туда, наверх. Я не осуждаю её. Я её понимаю. Сейчас все злые ходят. Злые. Негатив один вокруг. Негативчик. Ну а чё, все бренды поуходили. Курс рубля, как давление у бабки. Верхний 140, нижний 60 просто. Новости невозможно читать. Все новости с трёх молний начинаются. Мне кажется, я в какой-то момент открою телеграмму. Меня как долбанёт током оттуда из телеграммы. Ужас это всё. Да, да. В таком живём. То, что люди озлобленные по комментариям в интернете, понятно. Куда не зайдёшь один негатив просто. Я захожу недавно в комментариях к ролику. Там отврат. Полное говно. Умрите. Горите в аду. Я думаю, хрен. А мы с дочерью решили Маши и Медведь посмотреть. Нормально. Мы в Каменте стараемся добрый, весёлый контент делать. Ну правда, стараемся. Но под нашими видео находятся такие комментарии. Такой негативчик. Вот недавно был номер с Демисом. Чебурашка. Смотрели этот номер, да? Да. Позитивный номер про Чебурашку. Вот такой комментарий был там. Покажите. Задолбали. Опять один анал. Мне кажется, чувак просто перепутал, запутался во вкладках в телефоне. И где-то на порно-сайте сейчас есть комментарии. Демис тащит камеди. Красавчик. Вымещают злобу люди в комментариях. Но это не помогает. Если бы это помогало, то плохие бы комментарии с каждым разом становились бы всё лучше и лучше. Ну типа там, воля гнида. Потом, воля полугнида. А воля что-то и не гнида. Воля мужик. Да классный парень. Павел, прости, я гнида. Чё-то такое. Но это уже не происходит. Стресс кругом. И все зарабатывают на этом стрессе. И заработков всё больше и больше. Появились комнаты ярости. Знаете? Куда можно прийти и побить тарелки. У меня друг недавно пошёл в такую комнату ярости. Заплатил полторы тысячи. И ему дали три тарелки. Знаете, каких? Я вам покажу. Вот таких. Три вот таких тарелки дали. Это что за ярость должна быть? Что вот такой тарелки хватает? Типа зелёный на две секунды позже загорелся. Сука! Хотел сфоткать на телефоне время 22-22 и не успел. Метро подъехало, а дверь вот чуть-чуть правее. Что это за ярость такая? Просто выгодно, чтобы мы нервничали. Выгодно. И мне кажется, психологи виноваты. Потому что это они придумывают новые болезни. Есть целый словарь, чтобы описать, что с тобой не так вообще. У вас обсессивно-компульсивное расстройство. У вас биполярка. У вас паническая атака. Мне кажется, половину болезни они придумывают на ходу. Они просто берут слово «синдром» и две фамилии старых европейцев просто. У вас синдром Шригера-Бергера. Ты говоришь, а что это такое? А это когда до хрена вопросов задают. 6500. Психологи докопались до детей, до детей. Что это такое? У тебя просто энергичный ребёнок и психолог что говорит? Гиперактивный. Синдром гиперактивный. Так это ребёнок. У него энергии дохренища. Это ребёнок. Он должен весь день бегать, 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 бегать. Есть с пола чуть-чуть, потом бегать, 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 бегать. Потом добить голубя, бегать, 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 бегать. Попить из лужей, бегать, бегать. Ему пять лет. Он собака ещё больше, чем человек. Он так должен делать. Он ребёнок. Он хочет выбегать всю энергию. Нет же такого, да, что мать ребёнку говорит «поехали в зоопарк», а он «мать, дай полежу в тишину». Я устал от людей, у меня пять лет, у меня выходной. Не бывает такого. Сейчас целая индустрия стресса, целая. Вы видели, сколько появилось видов антидепрессантов? У кого, не спрашиваю, ни у кого не повторяется, все пьют разное. Этот периптиптилин какой-то, этот бархал, этот цитропук, этот с успокаивающим эффектом, это с противотревожным эффектом, этого не вызывающего сонливость, этого, чтобы, блин, спать. Кто-то противопечальный, кто-то антирадостный, кто-то ради смеховый, просто дурдом какой-то. На улице испоконных, заметили, только бомжи, которые смотрят на всех этих людей и думают, что нет кокосового молока. Проблема, блин. Проблема. И вы знаете, я обращаюсь к телезрителям, мы читаем все комментарии, мы видим, как вам тяжело, и если от плохих комментариев вам становится легче, оставьте под этим видео все самые плохие комментарии. Пусть это будет лечебный монолог. Пишите, пишите, что хотите. Чем вам помочь? Я дрещавая палка из пензы. Пишите. Мы в Камеди рассказываем одни и те же шутки 15 лет. Пишите. Пишите про людей в зале. Девушка, вы эскортницы? Эскортница. Эскортница. Вот она. Вы все остальные эскортницы? Да. Да, все тут эскортницы. Мужики, вы же все с любовницами пришли, да? Да. Да. А остальные армяне, правильно? Давайте все вместе. Бареев? 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 Бареев. Все, пишите. У нас все так. Да, конечно. Ладно, зал. Парни, выходите, пожалуйста. Костя Бутусов, Половинкин, выходите. Напишите, кто из них самый не смешной. Они оба самые не смешные. Батруха, выходи сюда. Выходите. Напишите. Напишите, что у него сморщенное лицо. У него еще девушки нет. Напишите, что он гей. Гей. Не молчите. Марина, выходи. Напишите, что Марина тут со всеми мутит. Кроме Батрухи, естественно. Все резиденты, ребята, выходите. Выходите все. Выходите. Напишите, что Камеди Клаб не тот. Пишите. Вынести нам тарелки. Давайте, я начну. Давайте с меня. Все сейчас выплесну. Как задолбало, когда ты каждый день с телека говоришь. Лисан, я люблю тебя. Она ни разу. Бебур, давай. Давайте все вместе, смотрите. Не Бубу Решвили. Не Баба Решвили. Не Биби Решвили. Не Тири Берешвили. Не Биби Решвили. Я Биби Решвили. Я Бе-Бу-Ри-Шви-Ли. Молодец, Биби Решвили. А я задолбался вечно. Худе. Так, Андрюха. Я не гей. Я Резидент Камеди. Только меня никто не знает. Молодец, парень. А я разносторонний актер. Хорошо получилось. Но если я еще раз повторяю, у меня с Мариной ничего нет. Давай, Маринка. Кстати, я не Мария. Я Марина. И вообще, хватит бить мою паскуду. Пропущение. Я не кукол. Ребята, мы делаем Камеди Клаб для того, чтобы вам становилось легче. Напишите, что Камеди Клаб — это аншлаг. Камеди Клаб для того, чтобы вам становилось легче. А жизнь продолжается. Пьер-Агюстен Бомарше. Все, хватит. Это все у Боли. Давайте начнем. Сегодня в новом выпуске. Эту фотографию ты подписал, что ты леопертик. Учитывая то, что я с тобой жил в квартире, я подтверждаю еще какой леопертик. Шоу Боли. Сегодня в 9 вечера. У Илюхи Соболева. Наконец-то родился сын. Пожалуйста, подарок в студию. Этот костюм наденешь в роддом. На ТНТ. Эsellи. Эли ofti. Элли. Эдер. Эсэ. Ээ. Эсэ. Ээ.